Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Зал «Идинобор» стал местом встречи всех любителей бокса Ненецкого округа. Там прошла встреча с нашим соотечественником, чемпионом мира по боксу Игорем Ружниковым. Спортсмен провел мастер-класс, показал несколько своих выдающихся комбинаций и рассказал о своей спортивной карьере юным боксерам. Встреча со знаменитым чемпионом для наших боксеров не редкость. Игорь Ружников регулярно посещает крупные чемпионаты по боксу и встречается с воспитанниками местных спортивных школ. Ребята молодцы. Пареньком сейчас постоял. Я уже давненько за ним наблюдаю. Такой хороший паренек, быстренький, техничный. Ну, а что, ребята, если выезжают, конечно, надо чаще выезжать, когда они будут не только как-то привносить сюда другие школы бокса. После мастер-класса наши спортсмены буквально завалили чемпиона вопросами. Чаще всего спрашивали про бой с профессиональным американским боксером Роем Джонсом-младшим, который прошел в далеком Ада 1986 году на первых играх «Доброй воли», где Игорь Ружников одержал победу. Тренера дворца «Спорта Норд» говорят, такие встречи обязательно нужны молодым спортсменам. Такие приезды нужны обязательно молодым спортсменам, даже спортсменам, которые уже достигли определенного уровня. Во-первых, обмен опытом, узнать что-то новое для себя, и не только жизни спортсмена, как он где проходил свой путь, но и что-то подчеркнуть для себя, какие-то моменты, как себя вести в определенных ситуациях на ринге, за пределами ринга. Кроме посещения на ринмарских спортивных учреждений, Игорь Ружников съездил на свою малую родину Нижнюю и Верхнюю Пешу, где встретился с юными жителями села и ответил на все интересующие их вопросы. Кроме встречи с жителями Нижней Пеши, знаменитый боксер посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Там принял участие в соревнованиях по волейболу на кубок имени Игоря Ружникова и провел небольшую тренировку для юных спортсменов. Визит знаменитого спортсмена в Нижнюю Пешу повысит уровень заинтересованности к занятию спортом. Об этом рассказал президент Федерации бокса в Нижском автономном округе Денис Гусев. Наш визит в Нижнюю Пешу и в Верхнюю Пешу на родину нашего знаменитого земляка, он знаменателен тем, что позволяет почувствовать, что корни нашего спортсмена отсюда. Ребята очень хорошо воспринимают общение с ним, большое количество родственников и вместе с тем это обогащает спортивную деятельность. Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный в Нижней Пеше, планируют назвать именем чемпиона мира и Европы Игоря Ружникова. Между тем, боксеры Ненецкого округа открыли новый сезон. О том, какие соревнования ожидают спортсменов в ближайшее время, нам расскажет гость нашей программы, тренер-преподаватель Дворца спорта Норд Александр Андрюков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Первый у меня вопрос бы хотелось задать. Пришли к нам новые боксеры? В этом году осуществляется ежегодный набор детей. В секцию бокса открылась утренняя группа у нас, детей, которые учатся во вторую смену. Звонков много, конечно, но пока желающих именно прийти в зал, увидеть, посмотреть, попробовать себя не так много. Может быть, многие родители пока боятся своих юных детей, что бокс считается таким очень мужественным и агрессивным видом спорта. А вот можешь немножко рассказать о программе тренировок, именно когда только приходит ребенок в зал? Ну, первое у нас ознакомление идет. Вообще, коротко рассказываю, что такое бокс. Когда он основался, знакомимся с залом. Первоначально это, конечно, обучение стоечки перед движением, общая физическая подготовка. Ну, и работа небольшая на снарядах. Это вот они первое время, пока ребята втянутся. Появится у них именно желание заниматься, учиться этому виду спорта дальше. И в дальнейшем уже идет дальнейшее обучение. А вот более опытные ребята помогают им в этом? Ну, если ребята приходят в те группы, которые уже сформированы и занимались уже не первый год, то, конечно, они, глядя на ребят постарше, кто поопытнее, иногда с ними в парах становятся, работают, но именно по заданию, никаких там вольных у нас боев с ними нет. Учат их, подсказывают, что идет им на пользу, в принципе, новичкам этим. А вот какие вот ближайшие соревнования проводятся? Ну, в ближайшее время у нас в плане как бы есть выезд в город Архангельск. Там всероссийский турнир класса «Б» на выполнение кандидата в мастера спорта. Планируем отвезти туда человек 5-6 взрослых ребят, юниоров и юношей. Ну, посмотрим, как будет финансирование. Если все получится, то, конечно, хотелось бы туда съездить. Но это была бы сразу подготовка к чемпионату Северо-Западного федерального округа, который пройдет с 26 октября в городе Манчегорске. А сколько в Манчегорск поедет, ребят? В Манчегорск мы планируем отвезти трех спортсменов, которые уже в старшей возрастной категории. Это мужчины старше 18 лет. Это Анатолий Широкий, Чупов Никита и Дмитрий Рочев. А вот есть у нас спортсмены сейчас, подрастающие, которые работают под кандидат в мастера спорта, в мастера спорта? Ну, весной мы приехали с первенства Северо-Западного федерального округа. У нас появился еще один кандидат в мастера спорта. Им стал Магерамов Ренат. Он занял второе место на первенстве Северо-Западного округа. Тем самым выполнил норматив в мастера спорта. Дмитрий Рочев подтвердил звание кандидата в мастера спорта. А вот откуда, из какого города более сильные соперники встречаются? Ну, если смотреть Северо-Западный федеральный округ, конечно, это Ленобла сильные очень ребята, Коми-Республика. В принципе, и Горя Череповец тоже очень сильные спортсмены есть. А вот на летний период проходили какие-нибудь тренировки? Выезжали ли вы на сборы? В летнем периоде у нас в июне месяце был запланированный сбор. Выезд в Анапу на 18 дней. Это тех ребят, которые в основном у нас занимаются уже не первый год. Регулярно посещают секции, выступают на соревнованиях. Мы выезжаем с ними в поселок Витязево. Там проводим тренировочные занятия с утра и после обеда. И в свободное время они отдыхают, ходят на море. А что там в основном в программе тренировок? На выезде на сборах? Да. Ну, там больше у нас УФП-шная подготовка. Там кроссы небольшие по пляжу. Игра в футбол, баскетбол и подтягивания, брусья. Школа бокса небольшая. Это достаточно. А с других городов там тоже приезжают спортсмены или только? Ну, если получается согласовать с кем-то, в одно время приехать, то приезжает, конечно, ребят очень много с разных регионов. Именно в Витязево там как база уже постоянно проводят соревнования в этом поселке. В этом году мы как раз, наш сбор совпал с проведением чемпионата Европы по юниорам. И ребята туда каждый день приходили, смотрели соревнования. А вот был на вашей памяти боксер у нас из ребят, который занимается, который выезжал на чемпионат Европы? Да, именно наших спортсменов. Да, из нашего. Нет, еще мы, к сожалению, такого уровня не достигли. Но будем стремиться к этому. А до России доезжали, да, вы? На России наши спортсмены неоднократно участвовали. Анатолий Широкий, Никита Чуков, Дмитрий Рочев. Они были. Евдокия Кожевина тоже участвовал в первенстве России. А вот какой критерий там идет на попадание на турнир Европы, чемпионат Европы? Ну, в первую очередь, это надо попасть в сборную России. Их там обычно первых три номера есть. И там уже между ними решают, кто поедет на чемпионат Европы или мира. А вообще вот пользоваться сейчас в нашем округе бокс популярностью? Ну, в последнее время, в принципе, я считаю, что популярность в боксе немножко выросла. Раньше было сложнее. Спасибо, что приезжают сюда именитые спортсмены. Николай Валуев приезжал, Дмитрий, Игорь Ружников. Это тоже небольшой стимул для ребят, особенно для тех, кто занимается этим видом спорта уже, пообщаться с выдающимися спортсменами, что-то узнать о них, что-то узнать о этом виде спорта. И вот последний вопрос. А какой возраст больше всего ребята приходят? В каком возрасте? Ну, больше, наверное, приходят ребята лет 16-17. Может быть, это подготовка к армии, они готовятся. И поэтому начинают в этом возрасте идти секцию, готовят себя. Хотелось бы, конечно, чтобы эти ребята приходили чуть раньше и могли действительно чему-то научиться. Не только для того, чтобы пойти в армию и быть готовым к этому. А просто заниматься спортом, быть более уверенным в себе, быть более успешным человеком. И как вы считаете, в каком лучшее возрасте прийти для занятий боксом? Ну, если для достижения результатов каких-то спортивных, ну, несмотря на это, зависит, какой уровень подготовки и как идет подготовка. Все так же упирается в финансирование. Может быть, это подготовка более длительной, а у кого-то, может быть, более короткая. Оптимально, насколько я знаю, лет с 10, вот самое, что выполнение спортивных результатов добиваются люди с 10 лет, которые занимаются. Есть, конечно, приходят люди и в 15-16 лет, и после армии, и также выполняют норматив мастера спорта. Буквально за три года. Спасибо, Александр. Это была программа «Спортсто» и ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова